МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости 24. Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, 10 ноября президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в формате видеоконференции. В повестку дня этой встречи, проводимой под председательством российской страны, включены вопросы дальнейшего углубления многопланового взаимодействия в рамках ШОС в контексте усиления новых глобальных вызовов и угроз. Главы делегации государств-членов и наблюдателей проанализируют современный уровень и обсудят перспективы развития многосторонних отношений по приоритетным направлениям, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Ожидается, что с видеообращением к участникам саммита также выступит генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гутерриш. По итогам заседания планируется принятие Московской декларации и пакета документов, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС, в том числе в области обеспечения безопасности, экономической кооперации, внедрения цифровых технологий, развития сельских территорий, эффективного противодействия эпидемиям и в других сферах. Как известно, 6 ноября под председательством главы государства состоялось видеоселекторное совещание по мерам совершенствования первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения. Тогда были проанализированы существующие проблемы и обозначены актуальные задачи. Продолжение прозвучавших инициатив. Сегодня руководитель страны подписал постановление о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения. Помимо дальнейшего укрепления государственной политики в сфере, документ нацелен на повышение эффективности работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формирование у культуры здорового питания и физической активности каждого гражданина. Комментарий программы раскроет все детали. Ты есть то, что ты ешь. О смысле этой крылатой фразы, как и о прямом влиянии качества питания на здоровье, не задумывался разве что совсем равнодушный к своему образу жизни человек. Даже яростные поклонники фастфудов в глубине души осознают, что рацион неплохо бы поменять. В здоровом теле здоровый дух. Почему важно соблюдать правила здорового питания? Человеческий организм получает почти все необходимые вещества именно через пищу и воду. Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом на качество и продолжительность жизни. Трудно найти другой фактор, который бы оказывал такое серьёзное воздействие на организм человека. Физическое здоровье на 55% зависит от образа жизни, куда входит и характер питания человека. На наследственность приходится 15%, на состояние окружающей среды – 20% и только 10% на уровень медицинского обеспечения. 56% граждан Узбекистана имеют лишний вес, из которых 24% страдают ожирением. У 46% повышенный уровень холестерина. 31% борются с проблемами повышенного артериального давления. 67% не потребляют в необходимом количестве овощи и фрукты. С учётом всей вышеназванной статистики и приоритетности для узбекистанцев существующей проблематики, президент страны подписал постановление о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения. Хотелось бы поздравить правительство Узбекистана с таким замечательным комплексным документом, постановлением президента. Мы предоставляли международный опыт, мы предоставляли рекомендации ВОЗ по всем направлениям данного постановления. И хотелось бы отметить, что это первый документ, который вовлекает комплексное участие всех министерств и ведомств, всего правительства. Пандемия показала, что именно эти заболевания, причиной которой является неправильное питание, привели к очень тяжёлым осложнениям COVID-19. И самые тяжёлые больные были те, у которых было сопутствующее заболевание сердечно-сосудистой системы выражения. Постановлением президента мы выводим вопрос правильного питания на уровень политики государства. Совместно с ЮНИСЕФ были проведены исследования среди 2277 детей до 5 лет. Изучения показали, что у больше чем половины ребят дефицит железа, а нехватка витамина А в некоторых регионах превышает минимальный показатель в 10%. Проверка среди школьников начальных классов показала, что почти у 30% наличие кишечной гельминты. Первоочередные мероприятия выглядят следующим образом. С 1 июня 2021 года для обогащения приготовленной в домашних условиях пищи для детей от 6 до 23 месяцев будет налажено бесплатное обеспечение микронутриентными добавками детей от 6 месяцев до 5 лет витамином А, а также специальными препаратами гельминтозной профилактики детей от 2 до 10 лет. А с 1 июля 2022 года беременные и кормящие женщины, а также дети от 3 до 15 лет на безвозмездной основе будут обеспечены йодом. И подобный шаг отнюдь не случайен. Анализ проведенных исследований продемонстрировал наличие йододефицита у детей и трети беременных женщин. Помимо этого, представительницы прекрасной половины детородного возраста до 35 лет бесплатно обеспечиваются препаратами железа и фолиевой кислоты. Каждый ребенок, развиваясь правильно и получая все необходимые микронутриенты, он обеспечивает в долгосрочной перспективе как свое личное развитие своего потенциала, когнитивного физического развития, но и в то же время развитие всей страны. Было уже тоже экономически доказано, что каждый доллар, который вкладывается на вопросы питания в раннем возрасте, приносит бюджет страны от 4 до 35 долларов. То есть это очень такой существенный показатель, который еще раз подчеркивает то, что Узбекистан делает правильные шаги в достижении поставленных задач. И мы надеемся, что вот сапплементация микронутриентов как среди детей, особенно до двухлетнего возраста, так и среди беременных женщин, он нам позволит достичь среднесрочных результатов, предотвратить проблемы, о которых я говорил. С 1 апреля 2021 года разрешается продажа на территории республики муки высшего сорта, обогащенной микронутриентами. По данным ВОЗ, в случае охвата потребления обогащенной мукой на 70% можно добиться снижения малокрови. Устанавливается нулевая таможенная ставка на ввозимые микронутриенты. А в качестве эксперимента в городских районах многопрофильных поликлиниках Сахдаринской области с 1 января 2021 года организуются специальные комнаты правильного питания и здорового образа жизни, где будут индивидуально работать медработники, прошедшие подготовку. В медицинских вузах и техникумах планируется организовать курсы для медицинских сотрудников по диетологии и правильному питанию. На научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний возлагается задача по проведению научных исследований в области правильного питания. Помимо этого, НИИ предстоит разработать учебные программы для диетологов на основе рекомендаций ВОЗ. Совместно с научно-исследовательским институтом физкультуры и спорта выработать рекомендуемые нормативы суточного питания для всех групп населения в зависимости от возраста, пола и физиологических особенностей. Мы должны обратить внимание на еду и ее количество. Например, употребление соли, которое очень много используется в приготовлении местных блюд. Мы употребляем около 14 граммов соли в день. Это чуть ли не в три раза больше, чем норма, которую советует ВОЗ, что должно составлять менее 5 граммов соли в день. Мы должны что-то с этим делать. Грудное вскармливание очень распространено в Узбекистане, но после шести месяцев нужно разбавлять рацион для насыщения организма нужными элементами хорошего качества. Мы должны в этом удостовериться для дальнейшего здорового развития детей, которое играет важную роль в последующем развитии когнитивных функций. Есть множество вещей, которые нужно сделать в настоящее время. Эти пункты включены в постановлении президента. Структурная координация нужна в совместной работе с Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства, пищевой индустрии. С учебного года 2021-2022 годов на всех уровнях образовательного процесса будет налажено преподавание по предметам правильного питания и здорового образа жизни. В техникумах будут готовить волеологов, диетологов, нутрициологов, а в магистратуре, интернатуре и клинической ординатуре начнут выпускать кадры по данным специальностям на основе годичной программы. Через питание, через здоровый образ жизни люди находят действительно тот потенциал, становятся здоровыми, красивыми и счастливыми. Данное образование я получала пять лет назад за рубежом, а на сегодняшний день я очень рада за будущее наших коллег, что они получают эту возможность в нашем государстве восполнить вот это недостающее звено и идти вперед в будущее, давая здоровье и поддержку нашему народу. Внедряется универсальная прогрессивная модель патронажа для беременных и женщин в послеродовой период, имеющих детей до пяти лет. Это позволит обеспечить оптимальное развитие и рост ребенка. В два этапа будет внедрена система маркировки продуктов питания с повышенным содержанием соли, сахара и жиров, а также других вредных для здоровья добавок. С 1 июля 2021 года маркировка осуществляется добровольно, а с 1 января 2025 года в обязательном порядке. Это относится и к ввозимой продукции, и к произведенной в республике. Например, есть пункт по внедрению цветовой маркировки продуктов питания в данном постановлении. Мы можем призвать экспертизу международную в этом вопросе и помочь государству разработать правильную маркировку и внедрить ее в практику. Кстати, подобная практика имеется во многих развитых странах мира. Комплекс мероприятий позволит увеличить среднюю продолжительность жизни в Узбекистане с 75 до 76,4 лет. Существенно снизить процент людей, страдающих йододефицитом и анемией. А среди детей до 5 лет уменьшится число имеющих задержки в росте. А в разрезе граждан от 30 до 69 лет снизить количество неинфекционных заболеваний, приводящих к смерти. Это касается и сердечно-сосудистых, и раковых болезней, и случаев, связанных с сахарным диабетом, и хронических заболеваний дыхательных путей. Таким образом, положено начало к качественному формированию такого широкого понятия, как здоровое питание, когда государство прилагает максимум усилий для улучшения генофонда нации, и в то же время создает предпосылки для осознания каждому, что его здоровье в его руках. Продолжаем программу. Состоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами. Сенаторы, члены совета, представители научно-исследовательских учреждений обсудили проводимую работу по достижению важнейших показателей результативности в международных рейтингах и индексах. Вопрос был рассмотрен со всех сторон. По некоторым аспектам прозвучали и критические мнения. Рекомендации психологов сравнивать свои успехи исключительно с собственными предыдущими достижениями теряют свою актуальность, когда речь идет о сопоставлении позиций государств в международных рейтингах. Как отмечалось, в настоящее время к нашей республике приковано внимание международного сообщества, многих рейтинговых агентств, которые оценивают проводимые вне реформы. Так на днях объявлены результаты всемирного ежегодного рейтинга по глобальному закону и порядку Международного исследовательского института Гэллоп. Узбекистан набрал в нем 92 балла из 100, войдя в десятку самых безопасных стран мира. В опубликованном отчете Всемирного банка по итогам индикаторов качества управления в 2019 году Узбекистан достиг роста по всем шести структурным индикаторам. Главы Министерств финансов и юстиции рассказали о работе, проделанной в третьем квартале текущего года по улучшению позиций республики в приоритетных международных рейтингах и индексах, касающихся социально-экономической и политико-правовой сфер. Вместе с тем подверглась критике сохранения низкого рейтинга нашей страны по некоторым структурным индикаторам, входящим в зону ответственности ряда министерств и ведомств. Неудовлетворительные признали работу в данном направлении исследовательских институтов, закрепленных за отдельными международными рейтингами. Улучшить ситуацию, по мнению участников заседания, поможет унификация документов в рамках деятельности специализированных структурных подразделений министерств и ведомств, отвечающих за работу с международными рейтингами и индексами. Постоянное повышение квалификации специалистов. Для последних предусмотрены специальные практические курсы. Достигнуты и договоренность о внедрении механизма выделения целевых грантов на разработку научно-практических проектов, призванных кардинально улучшить показатели Узбекистана в международных рейтингах и индексах, в их структурных индикаторах, приоритетных для нашей страны. С учетом высказанных в ходе обсуждения мнений и предложений принято соответствующее решение Совета. Когда люди обращаются в народные приемные президента? Наверное, тогда, когда решение проблемы казалось бы на поверхности, но достучаться до ответственных лиц практически невозможно. А данная система уже зарекомендовала себя как эффективный механизм. Процесс налажен и в Самаркандской области. За прошедшие 10 месяцев текущего года от региона в народную приемную обратились более 13,5 тысяч юридических и физических лиц. С вопросами ремонта дорог, обеспечения электроэнергии, газом, питьевой водой, выделения земельной площади под различные объекты. О проделанной работе с конкретными фактами материал программы. В центре постоянного внимания руководителей и ответственных лиц народных приемных секторов работа по всестороннему изучению обращений граждан, решению поднимающихся в них проблем и в Джамбайском районе Самаркандской области. Старый детский садик, возведенный в селении Холоваев в 60-е годы прошлого столетия, на протяжении лет несколько раз останавливал свою деятельность. Жители обратились в народную приемную с просьбой оказать содействие в практическом решении проблемы. Объект включили в государственную программу и за счет выделенных 2 миллиардов 525 миллионов суммов построили вот такую современную дошкольную образовательную организацию на 120 мест. Здесь созданы все необходимые условия для гармоничного развития малышей. В их распоряжении также летние навесы, столовые, спальные помещения. Вместе с тем установили отдельный трансформатор. Книга дарит просвещение, вдохновляет, учит добру и умению преодолевать все трудности жизни. В повышении культуры чтения в нашей стране уделяется особенное внимание, с чем связаны и много инициатив на местах. Так, предприниматель из кошлака Газира Равшан Зоиров, намереваясь открыть библиотеку, столкнулся с проблемой здания и земельной площади. На основе обращения в народную приемную при содействии руководителя сектора он все же реализовал свой проект. В настоящее время в компактной библиотеке насчитывается более 2000 единиц книг электронная литература. За короткие сроки успели подписаться более 250 сельчан, в основном молодежь. Многолетняя мечта жителей Махалинского схода граждан Тенчли Пахтачийского района была связана с возведением на месте старого детского садика современной, отвечающей требованиям дня дошкольной образовательной организации. Обращение не осталось без внимания. На его основе приступили к строительным работам на 2 миллиарда 200 миллионов сумм. Сейчас они на стадии завершения. Осталось выполнить отделку здания и скоро новый детский садик на 120 мест со всеми надлежащими условиями будет сдан в эксплуатацию. Между тем покрыли асфальтом 5,5 километров дороги, которая связывает Махалин Тенчлик, Курпа, Куандо. Сельчан рады таким позитивным переменам. Построенная в 1977 году 12-я общеобразовательная школа в Махале Амарабод до недавнего времени ни разу не ремонтировалась как надо. Плохо выглядели классы, кровля, отопительная система. После обращения населения за счет 3 миллиардов 583 миллионов сумм образовательные учреждения основательно привели в порядок. В результате чего светлый вид приняли классы, лабораторные кабинеты, обновлена отопительная система, возвели и спортивный зал. Словом, созданы необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса, как говорится, на уровне. Несмотря на пандемию, строители выполнили большой объем работ, крышу покрыли шифером, все привели в порядок. Душа радуется, видя такие перемены. Конечно, население очень довольное и радо. А в Махале имени Мирзо-Улухбека существовала проблема питьевой воды. Из-за низкого давления в трубах она не доходила до определенной части села. После обращения проблему начали решать. В настоящее время под стальной магистралью проводят линию высокого давления, что даст возможность бесперебойно с обеспечением ресурсом как населения, так и субъектов предпринимательства. Мост на автомобильной дороге Митан-Чакар и Штеханского района связывает между собой более 10 кишлаков. Однако он дал осадок и пребывал в аварийном состоянии, что создавало большие трудности для сельчан. После соответствующего обращения путепровод длиной 40 метров и 11 метров в ширину отремонтировали. Построили отдельную дорожку для пешеходов, что и решило острый вопрос. Расширяющиеся масштабы мероприятий по работе с обращениями граждан посредством подворового обхода дают возможность не только наиболее полно и глубоко изучить встречающиеся на местах проблемы, но и системно анализируя их, принимать своевременные, а главное, самые оптимальные решения по созданию достойных условий, дальнейшему повышению уровня жизни населения. Новый Узбекистан, новые профсоюзы. О деятельности Федерации профсоюзов Узбекистана за прошедшие 4 года и их приоритетных задачах на современном этапе национального прогресса рассказали представителям масс-медиа в ходе пресс-конференции, прошедшей в столице. О проделанной системной работе материал программы. Системные реформы во всех сферах жизни общества, проводимые по инициативе президента Узбекистана, направлены на обеспечение интересов человека, повышение благосостояния народа. Исходя из этого, подчеркивалось, Федерации профсоюзов обращается пристальное внимание к созданию достойных условий труда, улучшению факторов, влияющих на настроение трудящихся, совершенствование способов социально-экономической защиты работников и членов их семей, а также механизм устранения выявленных проблем. Имплементация в законодательстве и практику пяти конвенций и протоколов МОД, принятие законов об охране труда в новой редакции и о профессиональных союзах значительно усилили роль профсоюзов в решении актуальных задач развития гражданского общества и государства. Это отчетливо проявилось во время пандемии коронавируса, когда профсоюзы проводят системную работу по обеспечению охраны труда и защите трудовых прав, а в свыше пяти с половиной миллионов работников различных отраслей членов профсоюзов на основе принципов достойного труда. Помощь оказали почти 50 тысячам малообеспеченным семьям. Средняя сумма, затрачиваемая на одного работника в год на реализацию мероприятия коллективного договора в 2016 году составляла 1 миллион 539 тысяч сумм и выросла до 5 миллионов 100 тысяч сумм в конце 2019 года. Более чем 98% действующих коллективных договоров включены пункты о получении согласия профсоюзного комитета до расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя. Очень большой роль играет сегодня усиление социального партнерства. Это генеральное соглашение, подписанное между кабинетом министров республики Узбекистан, федерацией профсоюзов Узбекистана и торгово-промышленной палаты, то есть конфедерацией работодателей Узбекистана. На основе данного генерального соглашения сегодня по республике действуют региональные соглашения, кроме этого отраслевые соглашения и более 111 тысяч коллективных договоров на предприятиях, организациях и учреждениях. Самое главное, за последние годы расширен социальный пакет этих коллективных договоров, который сегодня обеспечивает повышение доходов наших работников в различных отраслей. В результате социального партнерства государства профсоюзов и работодателей сегодня большой прогресс в искоренении детского труда и недопущении принудительного труда. Это достижение Узбекистана признается на международном уровне. За отчетный период в установленном порядке и в срок рассмотрено более 35 тысяч обращений граждан в профсоюзы. В ходе рассмотрения работодателям внесены 2295 представлений о нарушениях трудовых прав, а в суды внесены 765 исков. Взыскано более 13,5 миллиардов сумм в пользу работников. Восстановлены права 13 471 сотрудника. Огромная работа проделана Федерацией по оказанию адресной практической помощи женщинам. По результатам изучения специально созданной республиканской рабочей группы в рамках программы действий было трудоустроено 122753 жительницы Узбекистана. Около 28 миллиардов суммов выделено 4400 13 нуждающимся женщинам, находящимся в трудной социальной ситуации. Программой мероприятий в этом направлении охвачено 15 380 наших соотечественниц. На их поддержку выделено более 76 миллиардов сумм. С марта начала работу круглосуточная горячая линия при Федерации профсоюзов Узбекистана короткий номер 1211. На сегодняшний день на ресурс поступило более 50 тысяч звонков. Около 80% решено положительно. Оставшиеся 20 взяты под карандаш. Участникам пресс-конференции дали и детальную информацию о работе с молодежью по обеспечению досуга и оздоровлению о строительстве санаториев, детских лагерей. За отчетный период более 350 тысяч юных узбекистанцев, в том числе 4,5 тысяч молодых жителей из Приоралья оздоровлены в детских лагерях. Профсоюзами выделено 83 миллиарда 315 миллионов суммов на оздоровление 478 тысяч 705 детей в стационарных санаториях. Исчерпывающий ответ журналисты и блогеры получили об усилиях предпринимаемых для поддержки населения в период пандемии и предпринят ряд комплексных мер для решения возникших проблем. Созидательными работами охвачен Ташкентский район столичной области. Там построили современный санаторий, расширены возможности для оздоровления населения. При этом улучшаются и жилищные условия семей, сданы в эксплуатацию многоэтажные дома. В районе также появился новый спортивный комплекс и ряд других объектов. Современный оздоровительный центр в сердце Ташкентского района. Новое медучреждение действительно стало большим подарком для его жителей. Раньше проживающим здесь жителям приходилось идти в совсем обветшалое здание на массиве Куктера. Сегодня картина совершенно иная. Здесь учтены даже самые маленькие нюансы. Детское отделение рассчитано на 40 коек. Хирургическое на 20, терапевтическое на 30, травматологическое на 20. Неврологическое отделение на 30 коек. Центр оснащен новейшим современным оборудованием, аппаратами МСКТ и ВЛУЗИ, ЭКГ, кислородными концентраторами. Все представлено Министерством здравоохранения. Есть и специальная лаборатория для проведения исследований. В результате совместных усилий с Республиканским научным центром экстренной медицины к работе привлечены 5 докторов медицинских наук, профессоров и врачей. Для повышения уровня и качества жизни населения Ташкентского района на основе современных архитектурных решений построены и сданы в эксплуатацию 5 семиэтажных домов. Каждый из жилых объектов рассчитан на 36 квартир. Следующий новый объект — дошкольная образовательная организация номер 12 Олтенбалакча. Данное учреждение было полностью реконструировано. Если раньше оно было рассчитано на 280 мест, сегодня может вместить в два раза больше. Здесь будет создано 12 новых рабочих мест. Еще одна хорошая новость для родителей — организация бесплатных краткосрочных занятий по подготовке шестилетних детей к школе. Кроме того, здесь создан и мемориальный проспект. Являясь неотъемлемой частью единого ансамбля, организованного в центре, он станет местом, где будут собираться ветераны, молодежь. Еще один объект — спорткомплекс «Универсал». Здесь созданы все условия для занятия различными видами спорта, такими как бокс, каратэ, тэквондо, дзюдо, баскетбол. Есть и весь необходимый инвентарь. Следует отметить, с целью повышения интереса молодежи к музыке и искусству, живописи, литературе и другим видам искусства, в городе Келесе Ташкентского района построен и современный дворец культуры. Уже были организованы первые курсы, где его слушатели получили возможность повысить свои знания в новом красивом здании, построенном в современном стиле. Праздник продолжился в амфитеатре, рассчитанном на 1500 мест. Можно сказать, что районный центр за короткий срок превратился в красивую аллею, процветающее место. Самое главное, что эта работа продолжается. Далее материал, подготовленный совместно со Службой государственной безопасности. В ходе оперативных мероприятий пресечены факты незаконного оборота наркотических средств. Общеизвестно, что наркотики вредны и опасны для человечества. И все мы прекрасно знаем, что наркоторговля влечет за собой уголовную ответственность. Печально, что, несмотря на это, некоторые люди занимаются этим скверным делом. Так, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Самарганской области, с привлечением областного управления внутренних дел и таможенной службы, в Ургутском районе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся наркоторговлей. В частности, при реализации около одного килограмма опия за 18 тысяч долларов США, в своей автомашине марки «Спарк» задержан житель данного района, Салим Мохамматов, вместе со своим сообщником Исмаилом Пардаевым. В результате продолжения оперативного мероприятия также задержаны другие члены группы, Шахбас Хасанов и Мурат Усаров, занимавшиеся поиском клиентов. Аналогичный случай выявлен и в Иштыханском районе. В ходе остановки и проверки жителей Ургутского района, Рахима Амонова, передвигавшегося в своем автомобиле марки «Жигули», при нем было обнаружено почти 200 граммов опия. Во время оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Сардаринской области был задержан Шавкат Назаров при попытке забрать 9 килограммов 745 граммов гашиша, завезенных контрабандным путем неизвестным лицом, проживающим в Таджикистане на территории Хавасского района. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Ферганской области, житель Ферганского района Ойбек Мерзахаджаев был задержан с поличным при реализации жителей города Кувасае Бахромджону Юсупову 115 грамм гашиша. Также по месту временного проживания Мерзахаджаева в областном центре был изъят 971 грамм гашиша. Как выяснилось, эти наркотические средства были завезены в нашу страну контрабандным путем из соседнего Кыргызстана. В ходе очередного оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Ферганской области, при реализации покупателю 490 граммов гашиша в своем автомобиле марки «Дамас» был задержан житель Мархаматского района Антижанской области Исмаэль Джон Абдусатторов. Другой случай выявлен на посту Чагали в Донгаринском районе. При остановке и проверке автомобиля марки «Дамас» под управлением жителя города Коканда Файосхона Камилова, двигавшегося в направлении Ташкент-Коканд, в салоне автомашины были обнаружены и оформлены в процессуальном порядке 14 980 штук таблеток тромодола, который внесен в список наркотических средств. В настоящее время по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся следственные действия. Редактор субтитров А.Семкин